В определенные часы он появлялся на террасе одного из облюбованных им манпарнастских кафе. Точно приходил туда на службу. Подышать особым манпарнастским воздухом было для него необходимостью. Это был его кислород. Но за традиционной чашкой чая он больше слушал, чем спорил. Видно, не видел большой цели в профессиональных спорах, потому что в глубине души в вопросах своего искусства был упрям и настойчив. И переубедить его было трудно, если вообще возможно. На компромиссы он не шел и в своей живописи не соблазнялся легкостью, сторонился моды, чуждался крайностей. Никакие приходящие, якобы передовые тления, его не увлекали. И хотя он дружил со многими из тех, кто исповедовал абстрактное искусство, их теории были ему всегда чужды. Он был мечтателен, и его видения часто не совпадали с теми, которые стояли на повестке дня и о которых подчас неуверенно шумела художественная критика. Он был самим собой. Осип Любич родился 6 декабря 1896 года в губернском городе Гродно Российской империи. Его отец был кузнецом, очень важная и почетная профессия в то время. В семье был достаток, и молодой Осип получил хорошее образование в Гродненской гимназии. После ее окончания он блестяще говорил по-русски, на идиш и на немецком. Его первым учебником была Библия. Он мне всегда рассказывал, что в те годы он часто помогал русским, белорусским, крестьянам в написании писем. Потому что крестьяне умели считать, но не умели писать. А отец умел считать, читать и писать благодаря своей Библии. Осип проявил способности в музыке и в рисовании. Перед ним встал серьезный выбор. И 19-летний юноша с одобрения родителей уехал в Одессу, где в 1915 году поступил в художественное училище. В Одесском училище преподавания изящных искусств было более либеральным и менее академичным. Одесса в то время была центром авангардного искусства. Он жил там около четырех лет. Сохранились рисунки Осипа Любича того времени. Лошади в упряжи, телега, улочка, возможно, в Гродно. Портреты стариков, студент. Может, это и есть его первый автопортрет? Он начал рисовать, когда ему было 10-12 лет. Рисунок был для него сильнейшим средством отражения жизни и человеческих характеров. В течение четырех лет Осип изучал не только классическую русскую живопись, но и творчество художников-предвижников, на которых оказала влияние барбизонская школа и импрессионисты. Кроме этого, его интересовала западная живопись, от итальянского Ренессанса до фавизма. Любич, как и большинство его коллег, стремился жить в Париже. Но события Первой мировой войны вынудили его обосноваться в 1919 году в Берлине. Он находился под влиянием конструктивизма, и это период конструктивизма в его творчестве. Он делал коллажи, декорации, очень похожие на те, что он будет делать позже. Но надо сказать, что тот период был все-таки периодом поисков. Позднее он придет к тому, что будет ему более близко, более свойственно его стилю, его характеру, предпочтениям. Любич очень хороший график, более того, талантливый гравер. И, конечно, он отвечал всем требованиям конструктивизма и мог реализоваться в этом направлении. Но все-таки это не было его призванием. Его призванием было рисование, живопись. В 1920-30-е годы Берлин, так же как Париж и Нью-Йорк, являлся одним из центров авангардного искусства и западной культуры. Берлин, город иммигрантов, был в то время своеобразной перевалочной базой между Западом и Востоком. Там Любич познакомился с русскими художниками Павлом Челищевым Иваном Пуни и его женой Ксенией Богуславской. Их мастерская стала центром притяжения космополитичной богемы, не имеющей денег и пребывающей в поисках работы. Всплеск творческой активности пришелся на период социально-экономического и финансового кризиса. И, тем не менее, это не помешало развитию сценических искусств, театра, мюзик-холла, кабаре. Вместе со своим другом Лазарем Мейерсоном, художником-постановщиком и новатором французского кино, Любич делал декорации для фильмов. За четыре года, проведенные в Берлине, Любич приобрел солидный опыт. Его работы имели успех. Любич зарабатывал себе на жизнь, выполняя макеты декораций для берлинской оперы и для театра «Синяя птица», к варианту успевшей прославиться балиевской летучей мыши. Некий предприимчивый владелец какого-то парижского ночного ресторана посетил театр, прелестился Любичевским декоративным талантом и тут же предложил ему расписать его манмарфское детище. Излишне говорить о том, что Любич, не задумываясь, принял заманчивое предложение. В 1923 году он, выполнив заказанную работу, пустил корни в Париже надолго, навсегда. Обосновавшись в Париже, он живет благодаря заказам на оформление кабаре, ресторанов, а также квартир. Это была эпоха арт-деко. В то же время он часто посещает музеи и академии, усиленно изучая работы французских художников 19-20 веков. Он часто бывал в Лувре, впитывал французскую культуру, посещал лекции, изучал картины Рембрандта, Дега, Дамье, Гои. Это помогло ему создать свой стиль. Он сохранил экспрессионистскую мощь, характерную для представителей парижской школы, но смягчил ее невероятной эмоциональностью. Конечно, Париж и Франция сильно повлияли на его манеру. Другие виды. Виды Парижа, сены, другие пейзажи, художники, которых он любил и уважал, их картины. Он не копировал их, сохраняя в своих работах индивидуальность, но их влияние помогло Любичу сформировать свой собственный стиль, сделать свое творчество характерным. Он взял понемногу оттуда и отсюда, но тем не менее его картины были очень индивидуальными, отличались сдержанностью, деликатной цветовой палитрой. Иногда усилены яркими акцентами, но всегда гармоничны, композиционно выстроены. Рисунок всегда хорошо очерченный, строгий, с черными линиями, всегда чрезвычайно продуманный, даже рациональный, и в то же время наполненный поэзией, поэзией вещей, поэзией живого, поэзией природы. Известный французский скульптор Антуан Бурдель ценил талант Любича и всячески поддерживал его. Именно он помог Осипу организовать выставку в салоне Тюлери в 1925 году. Ваши работы замечательны. Спасибо, мэтр. Надо устроить ваш показ в Тюлери. Не без поддержки Бурделя работы Любича выставлялись в осеннем салоне в 1926 году. В межвоенное время Любич вместе с Пуни, Кременем, Сутиным, а также скульпторами Ирэн Кадриана и Элеоном Инденбаумом находились в центре культурной жизни Монпарнаса и были ее активными участниками. Любич был неравнодушен к музыке. Он любил ходить на концерты и общаться с молодыми композиторами. И эту его тягу можно, пожалуй, отгадать, если более пристально вглядываться в его холсты. В них всегда налицо почти музыкальная гармоничность. Отсутствуют детонирующие мазки и можно подумать, что в Одесском художественном училище, которое он посещал в юные годы, ему внушали не только азбуку живописного искусства, но и научили некоторым основам контрапункта. И эта премудрость его никогда не покидала. Любич поддерживал отношения с музыкантами группы Тритон. Его друзьями были молодые композиторы Марсель Михайлович, Николай Черепнин, Конрад Бек, пианисты Моника Хасс, Инна Марека, дирижер Шарль Мюнш. В Париже было три больших кафе, где собирались художники парижской школы. Ротонда, селект, дом. Мой отец часто бывал там. Обычно выходил в пять вечера и шел в купол или в другие кафе на Монпарназе. Встречал там своих друзей, русских, белорусов, украинцев, немцев. Его долго не было. Папа хорошо говорил по-немецки и очень этим горделся. Он был знаком со многими художниками на Монпарназе, Сутиным, Шагалом. Очень дружил с Воловиком, Найдичем, который к тому же был меценатом. У него была фабрика и он финансово поддерживал своих друзей, художников. Темы для своих картин Любич находил во всем, что его окружало. Для него все было удивительным. Лица, предметы, интерьеры, пейзажи. Особенно его привлекала атмосфера, царящая в цирке. В театре. В начале 1930-х годов цирк, клоуны, танцовщики, орликины, стал одной из тем его творчества со множеством вариаций. Он умел уловить в изменяющейся атмосфере цирка нечто особенное, пронзительную поэзию и одновременно какую-то всеобщую гармонию, соединяя архитектуру человеческих тел с элементами окружающего мира и архитектуры. В то время, в первой половине 20-го века, цирк был очень популярен. Все ходили в цирк и любили его. Вспомним Тулус Латрека, его работы о цирке. Художники парижской школы, Любич в частности, испытывали большой интерес к цирку и к жизни в цирке, который заставлял человека одновременно смеяться и плакать. С одной стороны, клоуны, жонглеры, все живое, радостное, веселое, а с другой стороны, в глубине какое-то страдание. Думаю, именно это впечатлило Любича. Он посвящает цирку несколько примечательных графических работ. Он был прекрасным графиком. Он не копировал реальность, но в то же время в его работах чувствовалось наследие классицизма. Таким образом, складывался его стиль, сочетающий русскую экспрессивность и французскую классическую традицию. Это его особенность, то, что отличает его от других художников и рождает некоторую загадочность. Осип Любич подружился с художником Жоржем Руо, который тогда был общепризнанным мэтром. Однако Любич не подпал под мистический и религиозный импрессионизм своего друга, и это его стойкость, его иммунитет от чуждых влияний несомненно ему зачтется. Тем более, что едва ли не при ближайшем содействии Руо был издан большой альбом Любичевских акватинт, посвященных цирку, а в качестве предисловия к альбому фигурировала посвященная ему поэма Руо, который любил иногда изменять живописи ради поэзии. Альбом, состоявший из десяти афортов под названием «Цирк», был напечатан в 1934 году в Париже. «Под звуки непритязательного оркестра забудь на мгновение твой крест, который иногда тяжело нести». Руо и не догадывался, какой крест еще предстояло Любичу вынести. Это был художник, который воспел цирк. Он много ходил в цирк, бывал в гостях у акробатов, у клоунов, у музыкантов. В его картинах очень хорошо чувствуется атмосфера цирка, и я думаю, что эти его картины самые интересные. В межвоенный период Любич принимает участие в выставке «Парижские художники» 1925-1935 годы в Брюсселе в 1935 году во Дворце искусств, а также в Лондоне и Париже. Его работы приобретут престижные галереи и государственные музеи. Надо сказать, что Любич был очень самобытным художником. Он не стремился к известности, не стремился устраивать свои выставки, не стремился быть впереди всех, вести бесшабашную жизнь. В то время, как Монпарна, сквартал, где обычно собирались художники и богема, как раз был средоточием такой бесшабашной жизни. И мне кажется, Любич среди других представителей богемы был самым сдержанным. родственниками. Наверное, судьбою было предопределено. Выпускник Одесского художественного училища поселился в Париже на Рю-Додессе, в облезлом доме, в котором в те дни помещалась популярная среди художественной молодежи академия школа Андре-Лотта. Там Любич прожил чуть ли не 40 лет. В своем ателье он писал балерин в пачках. К нему приходили модели. Он переносил на холст многое из того, что было зарисовано им с натуры и хранилось в больших тетрадях, привлекавшие его цирковые сцены или задумчивых орликинов. Париж словно заворожил его. Заворожило его по давней традиции серо-жемчужное предсумеречное парижское небо. Или еще берега сены или марны, вернее те их отрезки, которые можно было писать сдержанными, трезвыми, будничными красками, именуя ту пышность, которая вдохновляла некоторых великих импрессионистов. Более праздничные, более пестрые тюбики Любич придерживал для натюрмортов с пышными цветами и сочными плодами земли или для кривых и горбатых улочек Прованса. Всю войну Любич жил в Париже. Его арестовали по доносу в последние месяцы оккупации. Он был заключен в транзитный лагерь Дранси, где находился до освобождения Парижа 18 августа 1944 года, на следующий день после последнего эшелона в Освенцин. Ему удалось создать рисунки в лагере, которое он завещал Институту Ядвашем в Иерусалиме и Мемориальному Музею Холокоста в Вашингтоне. После войны Любич возвращается в свою мастерскую и продолжает работать. Пишет во всех жанрах портрет, натюрморт, пейзаж, композиция. В это время он знакомится с Сюзанной Бульдуар, которая позже станет его женой и родит ему дочь Дину. Мама была для него идеальной женой, потому что тяжело быть женой художника. И я помню, как аукционист Морис Рэнс говорил, жена художника это профессия. Его очень поддерживала жена, которая обожала живопись своего мужа, которая очень много сделала для него, которая старалась, чтобы он выставлялся. она его поддерживала и все время была рядом. Ему повезло иметь такую жену, как Сюзанна. В 1948 году Парижская галерея ЗАГ представила ретроспективу работ Любича. С успехом проходят его выставки в Тель-Авиве, Милане, Нью-Йорке, Лондоне, Цюрихе. Для него было важно нащупать персонаж, его характер, психологию, так, чтобы можно было их понять, полюбить. И все это со свойственной ему сдержанностью. Цветовая гамма не агрессивная, не навязчивая, но в то же время живая. Люди на его картинах полны жизни. Любич зарисовывал в свою тетрадь то, что его поразило или чем-то привлекло. И недаром он говорил, что если его зарисовки придутся по вкусу хотя бы нескольким из его друзей, то это будет достойной наградой за его труд, которым он стремился выразить благодарность создателю за все то, с чем ему удалось столкнуться. За людей, за зверей, за пейзажи и даже за недушевленные предметы, добавляя при этом, что ведь нет ничего более прекрасного, чем природа. Каждое лето мы на 3-4 месяца уезжали на юг Франции. Это были 50-е годы. Мы были в Кальюре, Провандре, в Сен-Поль-де-Вансе. Как раз в Сен-Поль-де-Вансе мы виделись с Шагалом Превером. Мама вспоминала, как я прыгнула на колени к Преверу, и он сказал, что я стану большим человеком. Осипа Любича окружало много легендарных персон. Среди них Жак Превер, известный французский поэт и кинодраматург, написавший слова для песен Эдит Пиаф и Ива Монтана. Любич выставлял свои работы чуть ли не во всех больших салонах, но индивидуальные выставки в Париже устраивал редко. Одна из последних была в известной с давних времен галереи Дюран-Руэля, внука того самого, который опекал Писаро и его именитых коллег. Всю жизнь он сохранял независимость, позволявшую ему оставаться самим собой. Любич художник, который досконально изучил французский постимпрессионизм и значительно обогатил его. Любич выделяется среди парижских художников русского происхождения теми ощущениями, которые рождают в нас его полотна. Он один из самых парижских художников. Писали о Любиче именитые французские критики. Он был из тех, кому дано созерцать жизнь и интерпретировать ее на холсте в особенной, присущей только ему манере, спокойной и сдержанной, сохраняя при этом композиционный строй, реалистичность, качество рисунка и, что самое удивительное, свойственную ему проникновенность. В последние годы Любиче работал в студии рядом с бульваром Монпарнас. С его балкона открывался прекрасный вид на Париж, на знаменитый купол Пантеона. Рядом находились его любимые монпарнасские кафе. Здесь он часто вспоминал своих давно ушедших друзей и ту эпоху парижской школы, которую он застал еще совсем молодым художником. Осип Любич умер в 1990 году в Париже в возрасте 94 лет, сумев одолеть необычайно долгий для его поколения художников жизненный путь. На кладбище Монпарнас, недалеко от своей мастерской, он нашел свой последний покой. КОНЕЦ КОНЕЦ